Продолжается планомерная чистка власти России от коррупционеров. Еженедельно мы публикуем новости о новых зачистках. Нервы у коррупционеров не выдерживают, и некоторые из них в страхе бегут из страны. Так в бега подался и экс-глава Котласа Андрей Бральнин, который набрал только доказанных следствием взяток почти на 20 миллионов рублей. Но далеко Бральнин не смог убежать и был задержан пограничниками в аэропорту при попытке улететь в Турцию. Там, кстати, экс-глава Котласа пытался вырваться из рук полицейских и устроил драку. Другой фигурант уголовного дела смог гораздо дольше скрываться от федерального розыска, но в конечном итоге все-таки попал в руки правосудия. Речь идет о сыне бывшего руководителя Забайкальской железной дороги Денисе Фомине. Он обвиняется в шести эпизодах мошеннических действий. Началось все с того, что его отец Валерий Фомин устроил своего сына заместителем руководителя Забайкальской железной дороги в 2013 году. Однако Денис лишь формально занимал эту должность. На службе он не появлялся и рабочие обязанности не исполнял. Так в течение трех лет он получал зарплату, общая сумма которой составила пять с половиной миллионов рублей. Кроме того, за счет компании он ездил в командировки в Екатеринбург и Монголию. На деле Фомин-младший занимался решением личных вопросов. Бывшего руководителя Забайкальской железной дороги и по совместительству отца семейства суд уже приговорил к шести годам колонии. Практика бегства от следственных органов не чужда и чиновникам из Дагестана. Так в Кизлярском районе Дагестана силовики задержали экс-главу Цунтинского района республики Шамиля Магомедова, который с июня этого года числился в розыске. Узнав об ужесточении приговора и замене условного срока на реальный, он предпочел пуститься в бега. К тому же следствие вскрыло новые эпизоды его преступной деятельности, и назначенный семилетний срок наказания мог увеличиться еще на несколько лет. А причина преследования, как всегда, очевидна. В апреле прошлого года бывший руководитель Цунтинского района республики Шамиль Магомедов был задержан сотрудниками ФСБ в одном из ресторанов Махачкалы после получения взятки около миллиона рублей. Помимо этого, на прошедшей неделе отличился и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так сообщается о задержании главы дорожного хозяйства, которого отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 26 миллионов рублей. По информации органов, в Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу экс-директора ГКУ Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО Игоря Баркуна. Его подозревают в получении более 26 миллионов рублей за откаты по госконтрактам. Неужели многие преступные лица в органах власти считают, что после своей предпринимательской деятельности на службе им удастся сбежать, спрятаться или попросту улететь за границу? А может, это и есть действенный способ, о котором им известно не понаслышке. А нам остается лишь только гадать, скольким же коррупционерам во власти удается уйти от правосудия, а возможно, даже при содействии своих же коллег.